я хочу поговорить в контексте событий через которые мы проходим проходит наша страна и тема проповеди называется как выжить и защитить себя окружающих это говорится о моем доме о церкви общине как выжить и сохранить себя свою веру остаться верным в том что я делаю ну вроде как бы так вроде такое простое название ну думаешь ну как выжить молиться богу верить богу молиться уповать на бога и и все будет хорошо но принципе принципе так но я бы хотел бы немножко больше об этом поговорить потому что я буду говорить о том какие бог дает советы на украинский мобиль парады слово парада лучше чем совета то есть слово какое слово тут радоваться то есть что всегда заканчивается какой-то радостью да то есть бог дает парады чтобы себя защитить окружающих свою семью свой дом общину церковь братьев верующих поэтому как в наше время которое мы проходим остаться тем кем ты должен быть и несколько скажем так парад я буду использовать много украинского перевода и это будет не один перевод это будет множество потому что украинских переводов тоже много я буду использовать потому что они где-то более более открываю то что я вам хочу сказать поэтому я буду использовать и первый первое с местописание это притчи до проповести 22 глава и тут такие слова обачно люди напереждая передбачая небезпеку и вживая заходи для запобегания гий не дотепа слепа прямую на впростеть а потем страждая вид наслитки здесь говорится о том что человек который осмотрительный он видит опасность да и принимает меры для предотвращения до этой опасности и здесь не имеется ввиду что нужно убегать от опасности но может быть каких-то случаях нужно чем быстрее тем лучше но в общем да мы говорим здесь здесь говорится о разных опасностях и духовных и физических которые восстают вот о том что человек который осмотрительный то есть да он видит он может предусмотреть потому что он смотрит то человек он принимает меры чтобы стать в оборону по предотвращению этой опасности то есть как бы защитить себя и изначально при при сотворении человека бог заложил человека ну не страх а такую функцию как ну как защита себя то есть да себя нужно защищать это очень мы конечно что бог наша защита но бог дал нам тоже внутренние ресурсы внутренние силы чтобы мы как бы защищали защищали себя и мы знаем что когда бог поселил а адама и еву в эдемском саду да помните какие он там сказал слова он сказал да чтобы они его сделавали и хранили именно еще такой как бы есть момент как как защищали как бы то место где они находятся и эту функцию господь дал не только человеку но мы смотрим всему животному миру да то есть всем животным но если к примеру вы захотите забрать у медведицы ее детей то боже мой лучше этого не делать да ну вы видели да то есть много там передач когда там пытались что-то сделать то медведица она в ярости догонит вас и и будет очень плохо поэтому то есть ну даже в животных вложена как бы такой инстинкт самозащиты то есть защитить себя защитить свой дом своих родных близких и тех кто 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 окружает и интересно что я не говорю о том что у нас не должно быть страха страх это присущая как бы часть это данная часть как бы человеку но если мы чего-то боимся значит что-то не так с нами но чтобы чтобы меньше было страха а больше уверенности нам нужно к этому быть подготовлено ну правда когда мы подготавливаемся то то как бы ну меньше страха и больше уверенности ну к примеру все сдавали экзамены до в школе конечно сдавали и допустим у вас там через два-три дня экзамен и вы что вы делаете то там пошел там на пляже по отдыхал там позагорал чуть-чуть там пошел где-то там ночной клуб сходил там да потом утром стал бы но не вы понимаете что если экзамен то к нему нужно тщательно готовиться правильно то есть когда ты подготовлены к нему то какое-то ну уже меньше никак быть страх есть конечно но бывает такое что пришел экзамен ты все забыл но иногда такое на эти бывает но когда ты подготавливаешься ты понимаешь что ну как ну страх он есть но его меньше да там или спортсмен он готовится каким-то там да там ринговым состязанием там да там в боксе здесь но как бы не не просто проводит время зря до а потом момент настает ринга он там встал от всего там еле проснулся так то есть такой человек он больше подвержены все-таки проигрышу потому что он не подготовился он не не подготовил себя он не предусмотрел своего скажем так соперника не увидел его слабые стороны то есть он не предусмотрел для того чтобы но быть более кстати так снаряженным мы не можем предусмотреть все это понятно мы не подвластны все увидеть все предусмотреть так как нам кажется но бог он поможет в тех сферах где невозможно день его невозможное заканчивается и где заканчиваются человеческие возможности бог может предусмотреть найти я в своей жизни сдавал для нас экзамен по вождению кто сдавал экзамены по вождению сестры тоже и вы знаете что интересно что у меня была такая тяжелая работа я работал с утра и до позднего вечера и можно поскать то нам некогда мне заниматься этими экзаменами там заплачу денег и все но тоже денег как бы особо не было и я учился уже после работы это было после там 12 и там часу ночи я сидел просматривал я как бы ну все что от от себя я все делал и знаете когда пришло время экзаменов я сел за этот компьютер и получается что там 20 вопросов значит и если ты сделал две ошибки и 3 3 ошибка то ты уже вылетаешь я ответил на пять вопросов и сделал уже две ошибки и я понял что все а в амнать а впереди еще 15 вопросов боже мой господи я помолился господу господи все в твоих руках у меня последние деньги должен родиться ребенок или их отдать этому там за экзамен или лучше отдать то есть да чтобы было всех благополучно с родами господи я не хочу отдавать я помолился господу и вы знаете я начал отвечать один за вопросом один за одним один за другим и дошло у меня буквально осталось два вопроса в конце на которых я не знал ответ тут не знают что-то я и что-то вроде я учил ну пропустил вот они какие-то ну я их не увидел не не узнал я люблю боже я их не знаю что мне делать я помолился и думаю ну не знаю подскажи мне вариант ответов первый второй третий я чувствую ну там первый нажал правильно потом второй вопрос думаю боже я его тоже не знаю как я пропустил ну пропустил и я также помолился и ответил правильно просто ну бог дал какое-то вот внутреннее такое понимание нажми на этот как бы на этот там номер допустим и вот в ситуации в которых ты где-то что-то пропустил кажется а мы мы не все можем предусмотрим не все можем предугадать мы какие-то вещи можем пропустить вот в этих ситуациях господь очень сильно он будет ну как бы помогать но это не означает что бог будет все делать за себя нам нужно готовиться об этом будет писание если мы если мы будем подготавливаем это тогда уменьшается градус страха и увеличивается уверенность другом случае если я себя не подготавливаю к опасным то тогда бедна сила моя да мы знаем книгу даже притч 24 глава и там такие слова если ты в день бедствия оказался слабым то что то бедна сила твоя все как бы пришло врасплох и так далее если чё заранее не подготавливается он будет движим только страхом грядущих бедствий которые придут на всю вселенную это тоже библия говорит вот и знаете такие люди есть для чего я это все как бы говорю потому что мы еще живем на этой земле они на небесах знаете и на этой земле существует зло к сожалению знаете и когда верующие много говорят то что моя жизнь на небесах меня это все не касается я живу вне этого мира я живу вне политики и вообще как бы я живу только там вот наверху и так далее это не совсем не совсем правильно знаете когда человек говорит что он живет не в политике он уже выбрал жить в политике только быть на другой стороне этой политики быть в стороне то есть мы живем в этом мире и шо говорит что я не взял вас этого мира но вы в этом мире а в этом мире и зло в этом мире есть несправедливость в этом мире есть то есть последствия того что произошло скажем так отмотать назад начале поэтому бог он найти когда и шо проводя время с учениками рассказывая им и приоткрывая завесу неизбежного будущего он говорил что что придется вам ожидать и вы знаете и он не рассказывал им такие вещи знаете ну как бы рассказал им да то что там будет будет вот это будет вот это ну или тай вы как бы особо не не особо вы как бы не партись это все нормально это вас не коснется это только коснется там каких-то там общества людей то есть вы просто себе живите наслаждайтесь жизнью то есть там занимайтесь любимыми делами все хорошо все вообще не даже просто не но он он так говорил нас учениками ну я понимаю что если он открывал какие-то темы то он как бы найти как давал информацию чтобы человек он как-то был вооружен и мог бы конечно он как бы радостную весть такой современная евангелие то есть ни о чем как бы не заботьтесь ни о чем не беспокойтесь не партий все будет хорошо это вас не коснется и просто живите в свое удовольствие я буду всегда с вами поднимать управлять в какой-то степени это так но это не и говорит о том что нам нужно полностью скажем так это нас вообще не касается это не моя ответственность то что происходит иногда такие ну есть такое знаете то есть это не моя ответственность вот то что там происходит там и того то есть это но это пусть они там разбирают пусть правительство разбирается они в этом больше я себе небольшой маленький человек что мне что мне как бы в этом разбираться да ну как бы вот есть такое то есть дает то есть я буду как бы в стороне то есть потому что я служил богу это немножко как бы неправильно и как бы и приукрашенная и в англии и знаете у У нас много приукрашенных таких моментов, ну, скажем так, даже в мире христианства, да, то есть, ну, много как бы. Приди к Богу, и все будет супер в твоей жизни, да, то есть, просто все будет класс, все будет просто на высшем уровне, Бог избавит, сохранит, то есть, ну, просто, опять же, в какой-то степени это где-то так. Но здесь, как бы, знаете, где-то приукрашивание того, что тебе не придется, как бы, страдать, там, Господь пострадал, Господь, там, был мучен, тебе не надо, как бы, там, да, Господь, там, претерпел, чтобы ты, как бы, не претерпел, все будет классно, все будет отлично. И когда люди приходят в таком, в такой, как бы, айфории, да, в таком, как бы, вот, мираже, то мы смотрим, что не совсем, как бы, так, как, как это, ну, приукрашивается. И, ну, как бы, мы любим приукрашивать, да, то есть, ну, там, в светском обществе тоже много что приукрашено, знаете, то есть, ну, а в разных, как бы, моментах жизни. Знаете, иногда, там, насмотришься фильмов, там, да, допустим, девушка насмотрелась фильмов, там, особенно турецких фильмов, да, где, этот, там, ну, разные турецкие фильмы, там, да, там, где парень всю жизнь бегает за ней, как бы, а, так, все, кладешь, все, вот это, вот это я понимаю жизнь, да, то есть, там, всегда звезды с неба и так далее, все, выхожу замуж, то есть, как бы, ну, а почему, ну, потому что, вот, ну, это, где-то, знаете, ну, приукрашенная любовь на самом деле. Не, а это, конечно, хорошо, знаете, Бог говорит, что плохо быть человеку одному, правильно? Ну, плохо, поэтому страдать так вместе, ну, не так больно. Кто-то страдает с тобой же, не так, как бы, не ты один страдаешь, правильно? То есть, ну, как бы, как бы так. И, знаете, и много, как бы, всего, ну, реальной жизни, они чуть-чуть, я, опять же, моя цель, как бы, не, знаете, не все сгустить, но Ишуа, он говорил правду, да, он, он не отодвигал чудеса, помощь, поддержку, заботу, и мы это знаем, но он и не не приукрашивал, ну, как бы, жизнь, в которой мы живем, и не отодвигал, как бы, нашу ответственность, наш выбор в решении каких-то, ну, ситуаций или проблем. То есть, он не приукрашивал, как, ну, почему? Потому что так легче. Ну, так легче, да, то есть, ты послушал, ты вдохновился, думаешь, вау, класс, все, значит, так оно будет. Но не всегда, не всегда оно так. Поэтому, почему, когда супруги, да, вступают в брак, у нас есть хороший курс, там, да, сколько, 613 вопросов, как заповеди, да, потому что иногда, на некоторые вопросы нужно, нужно, иногда кто-то, может быть, не доходит, там, даже до половины, там, или даже до начала. Но, тем не менее. Знаете, все, кто, все, кто читал Писание, да, он понимает, что мы живем в библейское время. Ну, правильно? То есть, мы живем в библейское время, которое приближает пришествие нашего Господа Ишуа. И я хочу прочитать Матфея, 24 главу, 6 стиха. Ученики задали хороший вопрос Господу. И он говорит, да, там, какой признак твоего пришествия и кончиня веки? Хороший вопрос. Ишуа говорит, также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ожисайтесь, ибо надлежит всему быть, но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут глады, моры, зимы трясения по местам. Все же это начало болезней. И вы знаете, интересно, что в украинском переводе, здесь вот, он более, как бы, смотрит чуть-чуть с другой стороны, показывая вообще намного, чуть-чуть, как бы, знаете, ну, другую, как бы, сторону и глубину. И тут говорится, та все, це буде лише початок мук и страждань, то лише перши перейми на зразок тих, що жінка має під час пологів. Вот, совсем, как бы, чуть-чуть, да, вроде как, похоже, но более, как бы, открывается. И знаете, интересно, что боль во время беременности, это боль, которая имеет мечту. Совсем, как бы, меняется, когда, вот, картина. И що це за мечта? Слава Богу, знаете, слава Богу, я не жінчина. Боже, пошана всім жінкам, які проходят цей тяжкий час, коли вона народжує дитину. Ну, Боже, це так, мам, будь, тяжко, тому що всім вам пошана, і да благословит вас Господь. І ви знаєте, эта мечта, это новая жизнь, да, которая появляется на світ. І це ваш репенок. І коли нам дають його в руки, от, боже, дуже, да, ну, то есть тут можна, конечно, більше об цьому жінчіни, сістрі, мамі, об'язніть. Ну, я чуть-чуть предполагаю, як це. Ізначально оказывається, що це дуже сильно боже, це невыносимо. Ну, коли, коли його дають в руки, да, репенка, то ви, конечно, забуваєте про цю боль. Ну, я, може, що-то не так кажу. Так, правильно, да? То есть, ну, ви забуваєте про цю боль і наполняєтесь, ну, як би радістью. І розумієте, що це цього було варте. Ну, так, да? І ви знаєте, очевидно, що Ішуа, інтересно, він приводить цей пример, ну, з родами. Боль, яку ми ощущаємо, да, ось зараз, с цей войною, з цими страхами, переживаннями, несправедливостями. Це ради, де-то, той мечты, которую ми увидим. Якщо в небольшому промежутці, це победа, ну, як би, нашої країни. І ми в це веримо. І коли ця победа придет, то вся, знаєте, вся ця боль, переживання, страхи, як, що це все буде, я верю, що воно просто уйдет. Якби, ну, коли ми увидим, да, ну, противоположність цього всього, якби ми увидим эту радість, победу. Це тако в небольшому промежутці. Якщо касаться, скажімо так, глобальному плані, то Господь підготавливає нас к предстояшим испытанням, які закінчатся приходом Ішуа. І це буде радостне событие. То есть ми теж поймем, да, ради, ну, ради чого. Помніте, як книга евреям, да, вони кажуть, що вони, даже те, які не получили, але вони все-таки виділи більше роздаяние. І це було раді чого? То есть єсть раді чого? Да, раді небесного царства, раді встречи з Господом, раді того, що Бог приготовив нам, даже то, що нам не приходило, як би, на ум, на слух. Так, ми проходимо якісь труднося, іспытання, то є, так, як вовремя, скажімо так, вовремя пологів, да, вовремя родів. Але коли це все закінчується, ми просто видим, ну, действительно, видим эту радість, этого младенца, радостного, і це такий важний, як би, момент. Але нам потрібно підготовитися. І на це Мішово не закінчується свій розговор о підготовці, продовжаючи, давая дуже важні рекомендації, як підготовити. Знаєте, смачте, вот эта вот 24-я глава, она не закінчується. Вообще, контекст последніх времен – це 2 глави. Вся 24-я глава і 25-я глава – це говориться именно о том, то есть Ішува отвечає на вопрос учеников. Оно не закінчується, оно продолжається. І ми видим, що оно там говориться о верному слуге, потім у розумних, о талантах і так далі. І вот, і ця глава, она продолжається. І що далі? Матфея, 24-я глава, 45-й стих. І Господь дає нам, як би, знаєте, такі внутренні ресурсы, да, і порады, советы, як нам остатися верним, як нам защититися, як нам сохранитися і тих, хто вокруг нас. І як би, це дуже интересно. Я буду читати на український переклад. Матфея, 24-я глава, 45-й вірш. Хто є вірним і розсудливим слугою, якого господар поставив над усіма іншими слугами, щоб він вчасно годував їх? Щасливий той слуга, якого хазяїн застанне втумить, коли він саме виконуватиме свій обов'язок. Істинно кажу вам, що господарь призначит його управляти своїм монетком. І здесь що говорить о внутренніх ресурсах для вживання. Для вживання. Знаєте, кожного господь поставив над чем-то. Ну, правда? Ну, не бывает так, що ми просто так живем на цій землі. Кожного поставив быть управителем над, ну, в якій-то сфері. То ли в домашній сфері, да? То есть, ну, каждая хазяка може сказати, що вот мой, то есть, ну, якби дом – це окруження, якби мої родні, то есть, да, сім'я, діти. У кого-то є служення, которым він займається. То есть, каждый, он поставлен быть управляющим над, ну, в якій-то сфері жизнью. Так в написанні. То есть, ну, если человек, он не управляє, значит, это уже нехорошо, это не так. То есть, это, ну, человек ушел от своей, как бы, зоны ответственности или об'язк. То есть, каждый человек, он имеет какую-то зону управления. І интересно, первое, що тут написано «Быть верным слугой». Верность, она не проявляется сразу. То, что человек раз родился, он уже верным, ну, верный. Это не совсем дар, а, скорее всего, плод. Знаете, если мы читаем главу, да, о плодах духа, то там есть такой плод, как вера. Да, иногда мы имеем дар веры, знаете, в какой-то там ситуации, и когда нужно, ну, просто тебе поверить, то иногда Бог дает, знаете, это называется дар веры, чтобы, как бы, та ситуация, она решилась. Но верность, это она больше похожа на плод. Ну, никак, как бы, да. Да, и как плод веры, как бы, это и есть, как бы, да, вот верность. Если мы остаемся верными, значит, мы верим и доверяем Господу, что у нас получится, и все он нам доверил. То есть, семья, дети и так далее. Смотрите, и верность, верность Богу, она проходит через неверие. Не надо, что ты там родился и стал уже, как бы, ну, как верующим, да. То есть, верность, она проходит через неверие и недоверие Богу. Страхи, отчаяние, отчаяние, разочарование, ну, ну, так же, знаешь, бывает. Пример с Петром. Как мы говорим, он сразу стал верующим человеком. То есть, да, вот изначально врожденный верующий человек. Нет, мы знаем жизнь Петра, что в какой-то момент он просто убоялся. Он ужаснулся, и просто он потерял, как бы, ту веру, и он где-то, ну, где-то предал, и шо. То есть, и вера, она проходит через, как бы, неверие, даже, возможно, ну, из-за страха. Послание к евреям тоже, говорится, да, то, что некоторые получили, а некоторые нет. Нет, но интересно, что и тех, и тех Писание называет верующими. Да, если вы прочитаете, ну, как бы, римлянам, это что, те, кто не получили, значит, что? Ну, у них было мало веры, или у них вообще было отсутствие веры. Вроде те получили, а те не получили, значит, что-то не так. Но, знаете, Писание, оно учит, что настоящая вера, даже тогда, когда ты не получаешь по своей вере, но остается быть верным Богу. Не всегда, то есть, то, что ты просишь, ты можешь получить. И в нашем, как бы, понимаем, ну, значит, ты мало, как бы, верил, так и так далее. Но интересно, что в данном стихе Господь не подчеркивает, сколько мы делали, да, то есть, ну, если мы читаем. То есть, чем больше ты сделал, тем больше, там, тебе будет этого, этого, этого. Нет, мы смотрим, что не сколько ты сделал, а сколько мы делаем, а главное, что я делаю с тем, что я уже имею. Что я делаю с тем, что уже, ну, мне, как бы, ну, дадено. То есть, у каждого из вас есть что-то. Иногда мы говорим, Боже, если бы ты мне дал бы вот это, если бы ты мне дал бы вот это, если бы вот, ну, ну, но у нас уже есть то, если мы сейчас, да, там, посмотрим в свою жизнь и то, что мы имеем, то у нас уже есть. У нас есть, там, дети, семьи, служение, какая-то сфера деятельности и, ну, многое-многое. У нас есть даже мы, да, над которыми нужно работать и трудиться. Интересно, что, да, в этом Писании он не говорил о каком-то там таком, знаете, что-то ты много сделал, но важно, что ты делаешь с тем, что ты уже имеешь. Это, ну, это очень важный момент. Второе, быть мудрым слугой. Знаете, конечно, что такое мудрость? Это не совсем наличие множества знаний и информации, а умение правильно их использовать. Потому что есть, ну, люди очень, ну, умные, много есть умных людей, да? Он много знает, он перечитал все, он знает. Знаете, иногда бывает, говоришь человеку там какие-то вещи, да, я знаю. Знаете, ну, и часто бывают так дети иногда, знаешь, что-то говоришь, да, я знаю. Что-то, а, я знаю. Да, Боже мой, ну, ты, конечно, одаренный, как бы, да, я знаю. То есть, ну, бывает такое, то есть, ну, это, как бы, в какой-то степени, это, скажем так, нормально, как бы, это такой юношеский подростковый возраст, когда, ну, человек, он все знает. Он все знает, он в любых темах разбирается, но может разбираться даже в тех, в которых я не разбираюсь, ну, во всем разбирается, как бы, я, как бы, я все знаю и так далее. И, знаете, это не наличие и умение знаний, а правильность их использовать, эти знания, потому что знания можно неправильно использовать, ну, в своей жизни, правильно? Ну, бывает такое, да, что ты вроде знаешь, и ты их не туда применил, и, как бы, наделал очень много нехороших вещей. Мудрость дает способность понимать, как использовать знания с точки зрения Бога. Это тоже, как бы, вот важный момент. Люди много могут иметь, но потерять за малое время, там, друзей, деньги, работу, все, как бы, просто потерять из-за неумения правильно, да, там, или мудро подходить к человеку. Потому что, ну, допустим, чтобы иметь предприятие, не надо быть только начальствующим и все, то есть очень, ну, там, не только даже в пасовском служении. Иногда, то есть, ну, даже, ну, пастыра, там, или служителя, они, ну, как бы, поступают не совсем, как бы, ну, именно мудро. То есть много знают, как, правильно, что в семье тоже, знаете, иногда в семье бывают расколы, потому что, ну, нужно мудро поступать, где-то нужно все-таки промолчать. Хотя, я думаю, что мужчины, в частности, это, наверное, так и делают, да? Ну, что-то молчины, мужчины все молчат, или женщины молчат. А? Не получается. Ну, знаете, это не совсем, как бы, не, потому что они знают, как надо поступить правильно, но мы знаем, как поступить вот так, вот так, вот так вот. Но применить эти знания с точки зрения Бога, чтобы, как бы, ну, сохранилось, ну, как, да? Помните Писание, что имейте мир со всеми, если это возможно. Ну, хотя бы, хотя бы, ну, если это возможно. Если это вообще, как бы, невозможно, то, ну, Господь все видит. Поэтому, конечно, знаете, иногда люди говорят, вот, если бы мне бы кто-то бы подсказал бы, как правильно поступить, я же, как бы, мы вот сами учились, как бы, на своих ошибках. Если бы кто-то был рядом, кто бы подсказал бы. Знаете, интересно, что в моей жизни есть такой человек, такой тайный друг, ну, как бы, может быть, не тайный, который тайно просматривает мои проповеди, может, сейчас тоже просматривает, а потом пишет комментарии, где прав, где неправ, знаете, ну, такой, то есть, именно такой талмуд, как ты поступил правильно, как ты неправильно поступил. Ну, там, думаю, слава Богу, хорошо. Знаете, поэтому я, может быть, делаю меньше ошибок. Это так, как бы, что есть люди, которые просматривают и потом пишут, а вот тут ты вот так наговорил, тут ты то сказал, она была, вот это сказать, а там ты этого не сказал. Ну, думаю, да, слава Богу. Слава Богу, знаете, как это, я и радуюсь и тем, что хоть кто-то просматривает, хоть в тайне и делает комментарии. Знаете, думаешь, хоть кому-то я могу послужить. Потому что, ну, ты же понимаешь, что не все, как бы, там смотрят, просматривают, но есть такие тайные друзья, которые просматривают, думаешь, Боже, да, слава Богу, правда, они там исправляют тебя, ну, это тоже нормально, как бы, да, но тем не менее смотрят, значит, что-то заинтересовал. Итак, как приобрести мудрость? Есть разные высказывания, да, ну, к примеру, земное высказывание, это навык, опыт, который сформировался через те вещи, где ты уже побывал и увидел, что это не работает. Ну, это такой, как бы, философский, как бы, скажем так, чуть приземленный подход. Где-то в этом, ну, как бы, есть, как бы, доля правды, да, то есть, ну, потому что ты попробовал в этом, ты попробовал в этом, это не работает, то не работает, думаешь, ну, я так больше делать не буду. Знаете, что Эдисон, сколько ему пришлось, чтобы загореть, эта лампочка горела, да, там, по-моему, больше ста раз, да, там, и, а? И да, ну, как бы, я, может быть, я просто больше, я знаю одну, как бы, историю, знаете, когда он буквально, какой-то был эксперимент у него, допустим, да, и у него сгорел дом, просто, и он позвал свою жену и говорит, они стоят, этот дом горит, он говорит, посмотри, говорит, любимое, что произошло, но это, это еще один неудачливый, неудачливый, как бы, эксперимент, который уже не будет в моей жизни. Конечно, сгорел весь дом, поэтому, как бы, да, какие-то неудачи, они, как бы, ну, дают нам какую-то мудрость, что-то в этом есть, конечно. Но есть библейское понятие, интересное, как бы, да, что такое мудрость, это притча, 9 глава, 10 стих. Здесь, смысл, почитание Господа, первый шаг к мудрости, познание святого, первый шаг к пониманию. Интересно, да, почитание Господа, первый шаг к мудрости, и познание святого, первый шаг к пониманию. Так, сколько у меня остается времени? Что значит почитать? Это уважение, помните, да, есть то же самое применяемое к почитанию родителей. То есть это то же самое, как бы, слово, оно именно относится именно к родителям. И это уважение и важность того, что они говорят, то есть важность слова, это очень важно. Ну, к примеру, да, то есть ты говоришь, у меня есть 38 вариантов, как я могу поступить в этой ситуации, просто вот. Но мудрость в том, что ты говоришь, Боже, но есть еще один, 39-й вариант, как бы ты поступил в этой ситуации. У меня есть 38, как я поступлю, я знаю, и так, и так, но есть еще один, как бы ты поступил в этой ситуации. То есть это очень, как бы, важные моменты. И дай мне понимание, это понимание, я знаю, что это точно, этот вариант, он не проигрышный. Если я знаю, как бы поступил бы Господь в этой ситуации, очень важно знать, как бы Бог поступил бы вот здесь, или вот здесь, или, не знаю, в семье, или в отношениях друг с другом, или еще где-то. Да, знаете, я часто слышу такие моменты, да, люди говорят, вот если бы отмотать бы немножко назад, я бы поступил бы по-другому, да, вот в этой, в этой, в этой, в этой. Да, есть вещи, где мы сами должны пройти, да, мы там детей тоже учим, знаете, я там своих, как бы стараюсь, уже, конечно, особо как бы не прислушивается. Не, ну, по-любому они, как бы, видно по глазам, что как бы особо они все знают, но где-то проникает это слово, оно прорезается, знаете, сквозь, пытается как-то прорезаться вглубь сердца. И, ну, ты пытаешься говорить, ну, надо вот так поступить, ну, надо вот это сделать, ну, лучше вот так вот не поступать, ну, лучше вот так поступать, да, ну, то есть, ну, мы же плохого-то не желаем, Никита, да, 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 хорошо, говори, говори. И они проходят, как бы, свой, как бы, отрезок пути, как бы, жизни, учатся сами, поэтому это, в принципе, это нормально. То есть, они должны, как бы, пройти свой, как бы, свой, свой, свой путь. Но интересно, мы бы даже, я скажу, сделали бы меньше бы ошибок, если бы мы, или, Господи, у меня есть очень много вариантов, но есть один, как бы ты поступил бы вот в этой, или в этой, или в этой, как бы, ситуации. Я думаю, что, возможно, было бы меньше ошибок, а может быть, даже вообще бы не было бы каких-то, ну, ошибок в жизни. Царь Соломон был великим царем, один из богатейших царей до того времени, имел слух подчиненных, но это не мешало ему просить мудрости, да, хотя могло бы помешать. У него, как бы, все есть, и так далее, но это не мешало ему просить мудрости, потому что он понимал, что, кроме всего, то, что он имеет, у него еще есть ответственность поступать правильно. Поступать так, как видит, ну, Бог, и как правильно, это очень, как бы, важно. Третий момент, вот на чем, как бы, я хотел бы внимание заострить, у нас, как бы, уже время приближается, это быть осмотрительным, то, что мы, помните, говорили в начале стиха. Это значит, готовиться к тому, готовиться, чтобы быть подготовленным. Осмотрительность, она дает нам понимание, в какое время мы живем. Есть разные времена, да, то есть, ну, есть время, да, помните, притчи, они говорят, что всему свое время, да, то есть время разбрасывать камни, время собирать, время любить, время ненавидеть. Это тоже так, думаю, ну, как это так? Думаешь, это же не по-библейски. Но есть такое время, когда, то есть, это не просто какой-то маленький, то есть, сегодня я люблю, завтра я ненавижу. Или сегодня я принимаю, завтра я отдаю. Здесь говорится о каком-то отрезке времени, в котором мы живем. И на самом деле, знаете, у нас, мы живем в таком отрезке времени, где, да, мы должны не охладевать, но где-то есть момент, где мы ненавидим те вещи, которые окружают нас, эту войну, эту несправедливость, возможно, тех людей, которые делают зло. Знаете, это вот время, и вот Писание, да, то есть, мы должны понимать, в какое время мы живем. И там, да, там время любить, время ненавидеть, там время смеяться, время плакать, то есть, как бы, это какой-то вот отрезок, как бы, вот, жизни, в которой мы живем, это очень важно. И когда мы видим, когда мы смотрим, что происходит, это дает нам понимание, в какое время мы живем, и реально для того, чтобы нам не расслабиться в том, что нам, ну, в том, что нам доверено, то, что у нас есть. Я хочу прочитать Матфея 24 главу, дальше продолжаем. Мы сейчас говорим именно уже о осмотрительности. Це украинский переклад. И тут такие слова. «Якщо той раб буде злий, и скажет в сердце своем, не скоро прийде Пан Мій, та я почне бити товарища в своих, есть и пить с пьяницами, та прийде Пан того в день, в який он не сподівается, и о године, якою не знает». Ну, и там написано, что там будет дальше. И интересно, что осмотрительность, она не дает нам права расслабиться и жить, ну, беспечной жизнью. То есть, что такое? Это меня не касается. Все, что там происходит, все, что как бы я имею. Да, ну, знаете, вот этот момент такой, не скоро еще, знаете, придет, ну, Господь. Я однажды слышал, ну, когда ты рассказываешь Евангелие, слово, и один человек, он сказал, говорит, «Зачем мне всю жизнь стоять в очереди в рай?» Ну, всю жизнь. Вот когда придет моя очередь, тогда я раз стану... Ну, Ать, бывает такое, вы ощущали, когда вы стоите в очереди, да, там, тут кто-то раз не заскочил. Ты такой думаешь, вот наглый. Ну, ладно, так на земле, как бы... Ну, люди по-любому там возмущаются, там, да. Кто-то, знаете, более мудрый скажет, «Да ладно, Господь с тобой». А кто-то скажет, «Я не понял, а ну быстренько встань, как бы назад, да». Ну, вот так бывает, знаете, и среди, к сожалению, людей, даже верующих людей. К сожалению, бывает такое, думаешь, «Да зачем мне тут сильно, как бы, напрягаться мне в свою жизнь?» Что-то делать, там, молиться, приходить. Вот когда я услышу звук трубы, знаете, написано, что мы услышим же звук трубы, да, услышим все. Вот когда я услышу, думаю, «О, пора становиться в строй». Такой раз и стал в строй. И все-таки такое, как бы, слава. Вот. Но, знаете, вот это местописание, о чем оно говорит? О том, что человек, он неосмотрительный. А неосмотрительность, она дает право расслабиться и жить беспечно жизнью. Господь же не скоро придет, правильно? Ну, так, уже же говорили, что вот, уже даже назначали время, когда он придет, там, даже день, там, и войны, земли. Так, это было еще тогда. Это, то есть, ну, и такое какое-то состояние. Знаете, ученики, они жили в ожидании Господа. Это, ну, видно, когда мы читаем Писание, они жили в этом ожидании. И неважно, придет он в твоей жизни или не в твоей жизни, по-любому он придет. И по-любому мы, ну, каждый, он будет перед Богом показывать, с чем он придет, как бы, да, и так далее. Вот это вот беспечность, то, что не скоро Бог придет, поэтому я могу немножко, как бы, расслабиться, чуть-чуть, как бы, заняться, как бы, своими, как бы, делами. А когда будет уже сильно так вот трясти, ну, тогда как-то я попытаюсь запрыгнуть в этот поезд, и это не совсем правильно. Нам нужно всегда иметь состояние ожидания Господа, как написано, да, вот в этом, что он начал, как бы, не просто там, ну, там, бить, там, пить, он просто делал те вещи, которые, они, от Царства Божьего, как бы, он не служил Богу, он не делал то, что Бог ему доверил, как бы, смотреть за слугами, кормить их, как бы, вовремя, то есть, ну, делать то, что, то, что мы уже, как бы, имеем в своей жизни, да, то, что мы говорили в начале. И, знаете, мы не можем на сто процентов ко всему быть готовы. или быть подготовленному. Почему? Потому что мы не обладаем, есть невидимые какие-то стороны или зоны жизни человека, где невозможно предусмотреть или предугадать. но эти вот невидимые стороны, Господь, Он их и будет предусматривать. То, что мы не можем предусмотреть. Интересно, помните чудо с маслом, да, Елисей, вдова? То есть, у него, в принципе, жизни было там на один, на один день. Но Бог так сделал. Бог будет те вещи, которые не под силу человеку, невозможные вещи, как с нашей, с нашей Украины. Мы делаем то, что мы можем делать, да? Солдаты сражаются, и они делают все возможное. Но есть те вещи, которые не под силу, и мы это видим. Я верю, что именно вот эти вещи Бог будет их предусматривать. И, конечно, мы не должны отодвигать Божьи чудеса, потому что они идут рядом. Если мы будем верны в том, что у нас есть, и будем просить мудрости и внимательны, и осмотрительны, то тогда мы можем защитить себя и окружающих, и пройти тот путь до конца. А Господь нам в этом поможет. Это очень важно. И знаете, еще один момент. Наша страна и все, да, весь украинский народ, он проходит определенные трудности и сложности. И вот как жить дальше, если я уже имею эти наследки, эти последствия травмы. Потому что, ну, каждый человек в Украине за два года войны имеет травму. Кто-то больше, кто-то потерял дом, потерял близких, на его глазах издевались, гнущались, убивали. Кто-то меньше пережил какой-то трагедии. Но, тем не менее, все мы, потому что, если человек по-любому находится как бы вот в этом состоянии, все мы, все мы, кто-то больше, кто-то меньше, уже имеем, скажем так, последствия, да, такого вот посттравматического синдрома. И вы знаете, не только мы, даже люди, которые выехали за границу, общаясь с этими людьми, то есть они, они тоже выехали с вот этим вот состоянием и не пытаются найти тех, кто бы их понял. И скажу тебе, и очень больно, что мало кто понимает. То есть они пытаются рассказать, что переживает страна, что пережил я, что переживают мои близкие, мой народ, что я переживаю. И мало кто понимает, к сожалению. В худшем случае, это вы как бы сами виноваты. Этот человек, он ищет таких же верующих людей, таких же братьев, сестер, каких, знаешь, чтобы кто-то поддержал тебя, кто-то сказал, да, я, 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 я разумею, давай мы помолимся. Но, к сожалению, таких людей мало. И когда ты с людьми переписываешься, ты когда общаешься, думаешь, Боже, как это так? У меня в голове не укладывают, это же верующие люди, верят в Бога. Почему они так думают? Ведь это же неправда, это же не так. Эти люди ищут единомысленников, кто бы поддержал, и даже тех, кто выехал, а тех, кто живет здесь, по-любому мы столкнулись с этими событиями, и у каждого из нас есть этот, есть эта травма. Каждого из нас. Знаете, я делился на, на служение молитвенами, у нас была очень интересная молитва, не только, как бы, я это переживал, это многие переживали, ну, братья, ну, сестры, что, ну, как бы, за последнее это время произошло много событий, но вот какой-то вот последний момент, буквально, ты ощущаешь какой-то такой страх внутри, думаешь, Боже, эти все события, обстоятельства, это все, что происходит, и ты уже, как бы, столько прошел, столько, ну, был в тех местах, где более опасно, чем здесь, но какой-то пришел, какой-то страх, трепет тебя аж прямо сковывает, знаете, как такая судорожная, такой страх, и ты понимаешь, что, ну, живя здесь, это тоже, как бы, ну, тебя это касается, ты не можешь сказать, да нет, это меня не касается, это, я думаю, что если люди говорят, значит, что-то ненормально, ну, всех это касается, где-то в большем, где-то в меньшем, но это касается, и, я думаю, что каждый человек на своем уровне, он пережил этот, эту травму, этот посттамический, как бы, синдром, и что дальше, знаете, есть высказывание одного, ну, психолога, он такие, говорит слова, что тяжелее всего в пережитии травмы не само по себе травматическое событие, а ее долгосрочное следствие, потому что это приводит, ну, приводит к следствиям, если дети пережили, да, действует что-то, или, ну, это всегда приводит к какому-то следствию, и вы знаете, интересно, как с этим бороться, кто бы мог бы помочь, конечно, мы знаем, что Господь наша помощь, я сейчас хочу вот интересную вещь сказать, знаете, в книге евреям, да, это так, такие есть слова, книга евреям, 2 глава 18 вирш, и тут написано, «И оскільки він сам страждав, сносичи выпробування, то може допомогти и тим, хто також сносить выпробування». Написано, что он сам страждав, перенес, да, выпробування там, тяжести, боль, несправедливость, если он это сделал, то он и сможет помочь нам. Но вы знаете, интересно, что в нашем понимании есть такое, что Бог, он там как бы высоко, далеко, а мы здесь на земле. И вы знаете, мы когда едем к людям, помогать им в места, допустим, там, да, в Херсон, да, мы помогаем людям, и я как бы говорю им, ну, допустим, о Боге, и что я вижу, это вижу постоянно в их глазах. Людям тяжело понять и положиться на Бога, хотя они, я скажу, что они неверующие, они верующие, они знают, что Бог, Он есть, но вот это вот, я вижу, что им тяжело положиться на Бога, потому что в их понимании, что Бог, да, Он есть, но Он там, на небесах, а мы здесь, на земле, и вы знаете, что такое восприятие, оно не только, ну, скажем так, ну, скажем так, у тех людей, да, там, или неоцерковленных, или там, не знаю, нерожденных свыше, там, да, или не совсем приближенных к Богу, такие, такое восприятие, я даже скажу по себе, где-то такие моменты, если ты ощущаешь, ну, да, Господь, ты там, как бы, а я здесь, но бывает такое у вас, в вашей жизни, даже верующие люди, это даже на таком психологическом, как бы, вот, моменте, ты просто понимаешь, что, да, Бог, Он есть, и вот я там прочитал эти истории, но Он там, а ты здесь, это вы знаете, как пример такой, да, что есть человек близкий, родной человек, и Он живет где-то в далекой стране, но пытается тебе помочь, пытается тебе вдохновить, оно как бы приятно, как бы думаешь, ну, классно, но все-таки ты понимаешь, что Он там, а ты здесь, и как бы хотелось, чтобы Он приехал, и, ну, обнял тебя, ну, да, чтобы Он даже где-то сопереживал рядом с тобой, то есть, да, плоть, плоть к плоти, да, кость к кости, то, чтобы Он как-то прикос... ну, то есть, ты понимаешь, что не... Он там живет, да, там хорошо говорить, ты там живешь, где нет войны, где нет страдания, где все хорошо, спасибо, конечно, что ты не забыл меня, я очень рад, но внутри ты понимаешь, классно, чтобы вот Он, вот был ближе, вот такой вот, на таком вот психологическом моменте, как бы человек даже переживает, и такое восприятие к Богу, это так, ну, я не знаю, как вы, но где-то ты тоже внутри это переживаешь, но что я хочу вам сказать, но Писание говорит, опять же, Писание, да, то, что Он стал человеком, подобный нам, знаете, я хочу сейчас чуть-чуть показать Бога немножко по-другому, и то, что я пытаюсь говорить тем людям, к которым мы туда едем, мы знаем, что Господь спустился с неба к нам на землю, это нужно чуть-чуть по-другому воспринимать и к этому относиться, Он, который прошел весь, Бог прошел весь земной путь, соприкасаясь к земной несправедливостью, Он отождествлял себя с земным народом, чувствуя то же самое, что чувствует человек, и я не, знаете, я не говорю о том, что до земного прикосновения Господь не чувствовал боли, да, Он чувствовал боль, Он чувствовал переживания, но Он пришел на эту землю, чтобы нам, обычным людям, было легче доверять Ему, нам все-таки легче, ну, в какой-то степени верить в такого человечного Бога, потому что, ну, Он ближе, не в того, который где-то там на небесах, там, да, знаете, нам так легче, это на уровне, может, подсознание, и так далее, то есть нам легче верить, ну, и Он стал таким, написано, что Он стал как человек, да, Он пришел, чтобы взять грехи, и это было, как бы, сказано, как бы, прообраз, там, ягненка, потому что, может быть, не было бы другого, как бы, варианта, и так далее, я думаю, что у Бога было много вариантов, но, но Он это сделал не потому что, чтобы себе что-то доказать, да, у Него были переживания, даже если бы Он не пришел, Он, но Он Отец, и Он сопереживает людям, но это Он сделал для того, чтобы стать, ну, более человечным для каждого из нас, чтобы нам было легче поверить, и когда ты так рассказываешь в Евангелии, не о том, что есть какой-то Бог, который живет где-то там далеко, там, на третьем небе и так далее, а то как-то, люди понимают, да, но Он сам прошел этот путь, и я думаю, что даже был, это я так предполагаю, знаете, я, ну, люблю, как бы, размышлять, там, думаю, что даже когда пришло время, как бы, да, там, ну, прийти на землю, может быть, и отец его спрашивал, сын, может, не надо, может, не надо, может быть, ну, может, может, ты не пойдешь? Он говорит, нет, я пойду, им так будет легче поверить, и вы знаете, Господь, Он прошел этот весь земной путь, Он стал к нам более человечным, чем мы даже можем себе представить, чтобы нам легче было доверять, верить, потому что, если бы Он не пришел бы, даже был бы какой-то другой вариант спасения, мы бы по-другому воспринимали бы, ну, согласитесь, да, ну, Господь там на небесах, может быть, когда-то Он пройдет, но написано, что Ишуа, Он добровольно, поэтому, почему я делаю такие выводы, что, возможно, был разговор, это так, от чуть отклонения, что Он добровольно, принял решение прийти в этот мир, стать человеком, пострадать и воскреснуть. И я хочу сказать, что Бог, Он понимает все ситуации и проблемы, которые я прохожу, и каждый из вас, и Он сопереживает. И когда я вот так вот думаю о Боге, да, Он остается быть Богом, да, Он воскрес, но вот этот вот момент перехода с неба на землю, Он о многом говорит, друзья. Если мы углубляемся и понимаем, Он о многом говорит, никто так не смог сделать. Знаете, люди всегда хотят из грязи в князи, но Он сделал наоборот, чтобы стать ближе к каждому из нас, чтобы нам было легче поверить и осознать то, что Он тоже прошел этот путь вместе с нами. И пусть Господь благословит вас быть в понимании к Богу где-то с этой стороны. Потому что на самом деле мы думаем, и это приходит о том, что Он не понимает нас, потому что Он там далеко. Но Он показал, что Он и был с нами близко. Давайте мы помолимся. Господь, слава Тебе. Ишуя, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Слава Тебе, слава Тебе. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты пришел с неба, оставил престол и стал человеком, подобный нам. Этим самым Ты показал, что Ты Ты поруч с нами, Ты рядом с нами. И Ты с нами в любой ситуации. Ты прошел этот земной путь как человек. Ты прошел этот земной путь как человек. Чувствовал боль, переживания. Ты радовался с людьми, Ты плакал с людьми. Ты отождествил себя с этим народом. чтобы не отделять себя и сказать, нет, Вы сами по себе, а я вот здесь. Ты отождествил себя с этим народом и с каждым из нас. и народ это увидел. Он увидел эту боль, страдания. Ты показал эту простоту обычных отношений, дружеских отношений. не так, как это рисуют на картинах, иконах, но Ты показал обычную жизнь обычного человека, плотника, но тем не менее Ты оставался быть святым, Богом, который творил чудеса, но Ты был так близко к людям на протяжении этого долгого периода, разрыва. Ты так был близко, и Ты соприкасался к этим людям, Ты ходил по этой земле, и Ты стал как человек. Ты спустился на этот уровень человеческий, чтобы показать, что я хочу Вас понять. Я хочу быть с Вами, я часть Вашей земной жизни, но есть и большая жизнь, о которой я хочу Вам сказать. Жизнь на небесах. Боже, дай нам переживать эту близость так, как переживали ученики, которые живят там в то время. Дай нам переживать эту близость и прикосновение с Тобой, не думая о том, что Ты где-то далеко на небесах, но Ты рядом так же. Ты когда даже уходил на землю, Ты сказал, что я пошлю Вам Духа Святого, который будет рядом с Вами, который будет внутри Вас. Боже, мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе. И дай нам пройти эту войну. Дай нам не ожесточиться, но также быть осмотрительными, понимать, что мы сейчас живем не в мирное время. И времени расслабляться нечего. мы сейчас живем время, когда гибнут люди, проливают свою кровь. И что я могу сделать в это время, Господь, вместе с Тобой, что бы Ты бы сделал, если бы Ты жил бы в это время, как бы Ты бы к этому относился, и что бы Ты делал, как бы Ты поступал. Боже, не дай нам быть беспечными, потому что на мне лежит ответственность. Ответственность и перед народом, который меня окружает, и перед государством, и перед Тобой, Господь, есть ответственность, как я должен поступать. И я прошу Тебя, если я где-то разочарован, пришли какие-то страхи, непонимания, какая-то ложь, я молю Тебя, убери это, Боже, и дай мне в это время быть целостным, верить в Тебя, зная, что если бы Ты был бы на этой земле в это время, и зная, что бы Ты делал, Ты бы шел бы в те места, где тьма, где тяжело, Ты бы кормил бы людей, Ты бы раздавал бы ту помощь, Ты бы был там, где опасность, потому что Ты делал то же самое, живя 2000 лет назад. Я знаю одно, что Ты бы не оставил людей, не оставил бы тех, кто верил и верит, и обычных людей. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас бодрствовать. И там, где я что-то не усмотрел, знать, что Ты это усмотришь. все, все, что мне не под силу, Тебе под силу. Боже, спасибо Тебе еще, спасибо Тебе за Дух Твой Святой на этом месте, что Ты сейчас наполняешь каждого из нас. Боже, я также прошу Твоего исцеления от разных травм, от травм этой войны, Господи. Я прошу Твоего исцеления, Твоего обновления, Господь, нашего сердца, нашей души, наполнения, Боже, нашего духа. Я молю Тебе, Боже, во имя Ишуа. Даже в это тяжелое время, сложное, мы можем радоваться и быть сильными. А наипаче в это время, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты исцелял, наполнял нас, Господь, во имя Ишуа. Халли, Боже, спасибо. Спасибо. Спасибо.